Здравствуйте! Вы регулярно проводите в нашем городе какие-то мероприятия. Пронансируйте, пожалуйста, что в ближайшее время планируется. Практически сегодня, 26 февраля, в библиотеке, областной библиотеке имени Горького, в доме Салтыкова Щедрина состоится литературно-музыкальный вечер в честь дня рождения основоположника литературы на тюркском языке великого деятеля Востока Алишера Наваи. Это мероприятие у нас вообще является традиционным. Каждый год мы проводим вечера восточной поэзии в честь дня рождения Наваи, но в этом году, принимая во внимание, что объявлен он в России годом литературы, а в городе Рязани годом исторического наследия, мы решили расширить формат нашего традиционного мероприятия и провести его как литературно-музыкальный. Но в этот раз мы будем рассматривать женскую лирику Востока и обязательно, конечно, отметим творчество столетия нашей народной поэтессы Узбекистана Зульфии. Вот у нас на столе лежат в данный момент книги. Расскажите, пожалуйста. Ну, это нам было приятно. Общество «Дружба Востока» России впервые приглашено в Рязань на то место историческое, как сказала Зуля Хо. Почему? Потому что именно эта земля родила поэтов, деятелей литературы, искусства. И, конечно, без каких-то подарков никак невозможно было прийти, тем более Алишера Наваи. Ну, а началось все в Москве 10-го у памятника, первого памятника за рубежом Алишера Наваи, который стоит на Садовом кольце города Москвы. Там было проведено, и как эстафета Рязань подхватила. Приятно. И, конечно, без подарков мы не могли никак не прийти. Это вот наша государственная телерадиокомпания «Национальная Узбекистана» подарила вашей автономии фильмы. Очень много фильмов мы привезли. Думаю, это будет интересно не только автономии членам, автономии, но и всем рязанцам. Но а Наваи, конечно, без Наваи, без нашего поэта, вселенского поэта, просто невозможно. Есть еще одно. Общество «Дружба Узбекистан-Россия» и общество «Дружба России с Узбекистаном» подписан протокол, что у нас 10 февраля проводится день узбекского языка и день рождения Алишера Наваи. А 6 июня мы в Ташкенте, и самого красивого памятника Пушкина, автор «Аня Кушан», проводится день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, произведения которого практически все переведены на узбекский язык мастерами. И вот хорошо Зариха сказала о Зульфе. И эта женщина – единственная в мире женщина-поэтесса, которая обратилась к поэзии Александра Сергеевича Пушкина и перевела знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновение». Ну а самое главное – Евгения Онегина всего перевела в 49-м году. Хотя первый перевод был в 37-м году нашим знаменитым поэтом, переводчиком, айбеком, писателем, который, кстати, написал первый роман об Алишере Навае. Ну вот вы сказали, что здесь очень много, вы уже смотрели. И, конечно, мы привезли эта вот книга, которая была презентация ее, состоялась 14 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде в Институте Востоковедения Академии Наук. Конечно, эта книга уникальная. Это Шайх Зада написал этого докторская диссертация. И вот эта книга будем презентацию делать еще на будущее. То есть уникальная книга Алишера Навае Вселенского. Так же, как и Пушкина, которую мы чтим своим писателем, считаем и поэтом, Александра Сергеевича Пушкина. Ну, конечно, еще тема, вот Зуляха сказала, тема 70-летия окончания Второй мировой войны. Ее нельзя игнорировать ни в коем случае. Ни в коем случае. Почему? Потому что именно в Ташкент много киностудий были эвакуированы. И мне приятно сказать, что знаменитая песня «Темная ночь», я думаю, я считаю, что это самая лучшая песня о любви, была создана в Ташкенте в парке Горького. За 6 минут 50 секунд, как мне рассказывал Богословский. И фильм «Два бойца» снят был в Ташкенте. Как бы ни говорили, что он снимался где-то в других городах. Нет, он у нас в Ташкенте. Интерьер был снят весь в национальном театре сегодняшнем. А батальные сцены в Черчике. Вот поэтому «Два бойца» – это наш фильм, Ташкентская киностудия. И мы гордимся этим, что эта тема любви прошла. И именно, все говорят, как будто бы северная столица. И все говорят, что снимали в 43-м году там. Конечно, эта тема тоже будет. Вот Зулихан тоже попросила, чтобы мы копии этого фильма, оставили копии фильма. Мы старались. Приятно, конечно, вот раз задеты были женские поэтессы Анны Ахматовой. И много поэтов России были у нас во время войны. И Анна Ахматова работала на радиовещании у нас. Тогда телевидение не было, может быть, и на телевидении. И оставила изумительные стихи о Ташкенте. Увы, о войне и о ее пребывании в далеком-далеком Узбекистане. Татьяна в дальнейшем напишет. Только в Ташкенте я поняла, что такое палящая жара и настоящее узбекское гостеприимство. Душа узбекского народа. И мне бы хотелось отметить, почему мы обращаемся к творчеству Алишера Наваи. Потому что он действительно великий. Много веков назад он затрагивал в своих произведениях именно дружбу народов. Все герои его произведений являются представителями разных национальностей. Именно тогда, давным-давно, он написал знаменитые свои стихи четверостиши, которые написаны на пьедестале, памятника, установленного в Москве тоже, на площади Серпуховская. «Поймите, люди всей земли, вражда – плохое дело. Живите в дружбе между собой, нет лучшего удела». И хочется сказать еще дополнение, что первый памятник был в Москве, затем в Вашингтоне, затем в Токио. И последние три года назад мы открыли в Баку памятник Алишера Наваи. Ну, а Пушкин – это отдельная тема. Придет скоро Пушкин, потому что я делала расследование как журналист. Пушкин, а Никушин – самый лучший у нас. И хотели вывезти в Москву, мы не дали. Самый красивый, особенно Кудри, сказали. Его Кудри. Так что, видите, взаимосвязанным, взаимосвязанным двумя гигантскими поэтами, вселенскими поэтами. А Сергей Есенин, ведь музей Сергея Есенина, который много лет возглавляла его дочь, является вторым государственным музеем на постсоветском пространстве. Ведь Россия и Узбекистан сплачивают не только братские узы, но и многолетняя дружба, сотрудничество двух народов, узбекского и русского. Ну, конечно же, вот эти события, которые происходят в мировом политическом плане, нас очень беспокоят. И то, что происходит в Украине, тоже нас беспокоит. Но вот мы своим примером, своими мероприятиями хотим показать, что только в единении, в дружбе, в объединении мы можем добиться хороших, положительных результатов стабильности и в политическом плане, и в экономическом, и в социальном, и в культурном. Ведь только культура всегда объединяла народы. И хотела бы еще сказать, что у вас очень популярна песня «Сияй, Ташкент, звезда Востока». Автор этой песни оригинала – Рамс Бабаджан. Вот, я с ним тоже часто встречалась. Перевод уникальный сделал Лев Иванович Ашанин. Я тоже с ним. И они двое поэтов мечтали услышать эту песню на узбекском языке. Можно одну строчку буквально. Зачитайте, с удовольствием послушаем. Вот это «Сияй, Ташкент, звезда Востока». То, что вы сказали, подтвердило слова новои. Написано Рамсом Бабаджаном. И еще хотелось бы сказать, что у вас в 66-м году землетрясение был огромный студенческий отряд из Рязани, которые восстанавливали наш Ташкент. 20 лет назад я с ними встречалась в Рязани. Я здесь была 20 лет назад. Постараемся поискать этих людей. Ну, не такой уж большой срок. Да. В принципе, 20 лет. Мы попробуем и сейчас разыскать этих студентов. Это были начальники строительного отряда. И наши ребята прямо есть такие из Рязани дома стоят. Да. Так что вам придется к нам приехать. Обязательно. Спасибо за приглашение. Вы с удовольствием ждите, ждите. Я бы хотела воспользоваться моментом, пригласить всех рязанцев на наше сегодняшнее мероприятие. В дом Салтыкова Щедрина в 16.00 состоится литературно-музыкальный вечер в честь дня рождения великого поэта Узбекистана и вообще вселенной, как его называют, Алишера Наваи, который пропагандировал в своих произведениях дружбу между народами. Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, что мы с вами можем уже распрощаться. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в гости. Были очень рады. Это была программа «Подробности». Мы скоро с вами увидимся. Спасибо, что вы с нами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова